Чувашская спортсменка Лана Прусакова уже в эту субботу стартует на Олимпиаде в Пхенчхане. Она выступит в самой молодой дисциплине фристайла, слоуп стайле. Дома в Новочбоксарске за нее будут болеть родные и близкие, да и вся страна с замиранием сердца следит за выступлениями атлетов из России. Привет, Лан. Ну что, как там Олимпиада? Ты уже в форме, да? По телефону и скайпу и так уже три года. Дома старшая дочь Прусаковых бывает от силы два месяца в году. Все себя она отдает фристайлу, тренировки, сборы, соревнования. Сейчас Олимпиада в Пхенчхане. Лана Прусакова, юная 17-летняя спортсменка, заставляет серьезно относиться к себе самых опытных соперниц. К главному старту в жизни Лана шла последовательно завоевывая одну за другой медали российских чемпионатов. Началось все успехи во фристайле с этой маленькой медальки. Это в Красноярске. Она ездила и в Красноярске она выиграла тогда спартакиаду учащихся. А это уже все медали ее. Это Кубок России. Четыре этапа, если в год, то за три года набралось с Кубка России. Затем успехи на Кубке Европы. Но это тут звучит как перечисление успехов. На деле был труд и нервы. Бывало, выступала и с травмами, и сотрясением мозга были, и даже память частично потеряла. Когда я об этом узнала, у меня было такое настроение просто. Я ей позвонила и сказала, ладно, все, давай, надо заканчиваться с этим видом спорта, потому что это очень опасно. Это не стоит, чтобы губить так свое здоровье. На что мне Лана сказала. «Мамочка, все хорошо, я уже восстановилась, и я буду дальше продолжать, и я поеду на юношеские Олимпийские игры». В 15 лет она была одной из самых молодых участниц на юношеской Олимпиаде. Но несмотря на возраст, Лана завоевала золото. Алексей внимательно следит за успехами старшей дочери. Ведь именно с его легкой руки Лана попала в фристайл. Семь лет назад он решил привезти дочерей на эту горку и поставить их на лыжи. Тут ко мне подходит директор школы и спрашивает, папа, это ваши девочки катаются? Я говорю, да, мои. И что, говорит, давно катаются? Я говорю, сегодня первый день. Срочно, говорит, в горные лыжи отдавай. Особенно старшую, говорит. Она поворачивала, пыталась повернуть. То есть никто ее не учил, никто ничего не подсказывал, но она пыталась выполнить правильный поворот. То есть это тренер пытается это добиваться месяцами, годами от них, а тут она решила. Но дело пошло не сразу. Горные лыжи, как говорит тренер, ей не нравились. На сборы не брали, и девочка решила оставить снежную трассу и вернуться к баскетболу. Мы пришли вещи забирать, а тут Никита Валерьевич. Ладно, говорит, давай попробуешь на трамплинах прыгать. Попробовала, и вроде как начало получаться. Случилось. Старшая дочь Прусаковых начала добиваться первых успехов в слоуп стайле. Средняя Лиза выбрала для себя большой теннис и тоже штурмует первенство Чувашии в этом виде. А младшую Олесю отдали в гимнастику. Спортивная династия. Ведь и папа Алексей в прошлом легкоатлет, а мама во всем поддержка и опора. Когда она родилась, мы пошли до года в больницу к врачу. И нам врач сказал, что у нее очень гибкие суставы, и ей очень хорошо было бы заниматься гимнастикой. Почти в таком же составе семья и друзья соберутся 17 февраля. Только на экране будет не шорт-трек, а фристайл. И в главной роли для них дочь Лана. Я точно в тот день не поеду на работу. Это однозначно. Лиза не поедет учиться в технику. Олеся не пойдет в садик. Мы все будем болеть, мы все будем дома. Чисто следить за этими соревнованиями. Даже несмотря на время суток. По Москве квалификации посло обставило у девушек начнутся в 4 утра. Ведь нашим атлетам на этой Олимпиаде, как никогда ранее, нужна поддержка родных и болельщиков. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов. Республика.